Он умер на этом фильме. Фильм 33-го года. Он умер на этом фильме 27 лет от роду. Сиборь, 27 лет. Сделав абсолютно великий фильм. Но, как всегда, судьба, она ведь по-разному крутит. Этот фильм оказался невостребованным. Он умер. Фильм кто-то доделал за него. Потом этот фильм на много лет исчез в хранилище. А потом нашелся один человек, француз, который организовывался не мотивами. И случайно обнаружил речь. Этот фильм был показан. Его доделали в соответствии с режиссерским рисунком, сделанным Жаном Генго. И этот фильм стал абсолютным открытием. И стал одним из великих фильмов мировой кинотеатрии. А для французов этот фильм, собственно говоря, это просто вот такой вот генезис. Такой стволовой фильм. Это вот фильм в сердцевине всего французского кинематографа. Те, кто... Я желаю посмотреть это, будет зрение с ним. Вопрос по поводу шинели. Знаю ли я, каким фильм будет вот сейчас? Знаю ли я, какой он будет? Знаете, полагаю, что ни один режиссер не может точно сказать, какой фильм в результате будет. Ну, кто. Несмотря на то, что написано в режиссерском сценарии, сделаны персонажи. А мультифликация — это ведь особый вид искусства. Потому что нужно заранее все подготовить. Потому что все нарисовано. Все должно быть прорисовано, подготовлено для съемок. То есть, тут нет вариантов для вариантов. Так я бы сказал. И все равно мы не можем сказать твердо, какие мы получим. Для меня перезависит от каждодневного моего состояния. Вот какой я прихожу к свемочному станку. В каком я состоянии. Умиротворен, раздражен. И от этого будет зависеть, как будет развиваться сама сцена. Знаете, у Гарси Лорки есть замечательные слова. Он пишет своему другу... Я пишу стихи. И дальше фраза замечательная идет. И они становятся такими, какими хотят быть. Это фантастическая фраза. Понимаете, возникает вторая природа. То есть, художник создает свой мир. Этот мир начинает работать. Жить по законам, которые находятся внутри этого мира. И они не зависят уже от воли того, кто это все делает. Звучит парадоксально. Казалось бы, я мультипликатор.